Книга «Открытым оком» 1 том. Тема крещения. Вопрос 78. Марк 1.8. «Я крестил вас водою, а он будет крестить вас Духом Святым». Объясните значение этого стиха, отвечает Игнатий Тихонович Лапкин. Крестящее обливание ссылается на это место, говоря, что вот здесь не сказано, что в воде, но водою. Значит, можно обливать. Надо смотреть на все предложения, а не на час. Человек не может подниматься из этой земной области в ту, откуда сходит Дух Святой. И пока мы находимся на земле, для нас будут понятны выражения вверх и вниз, восходить и не сходить. Бог настолько любит человека, что берет его в авторство Библии, а иногда себя даже называет помощником. Салом 53.6. «Вот Бог, помощник мой, Господь подкрепляет душу мою». Помощник — это подсобник, и человек по замыслу Божию в описании Библии как бы центр, поэтому явление Духа было в виде голубя, спускающегося вниз, восходящего. Матфея 3.16. «И крестившись, Иисус-то час вышел из воды, и сея, отвергившись Ему небеса, и увидел Иоанн, Духа Божия, который сходил, как голубь, и не спускался на Него». Подлинный смысл крещения Духом Святым должен был выражаться иначе, креститься, погружаться в Духа Святого. Это произойдет в день Пятидесятниц, когда Дух Святой сойдет в видеомниных языков и подчинет на голове каждого из них, а не погрузится, как бы растворяться. 1 Коринфянам 15.28. «Когда же все покорит Ему, тогда и сам Сын покорится, покоришь Ему, все Ему, да будет Бог, все во всем». Филипписам 2.5. «Ибо в вас должны быть те же чувствования, какие во Христе Иисусе». Галатам 2.20. «И уже не я живу, но живет во мне Христос. А что ныне живу воплотить, то живу верою в Сына Божьего, любившего меня и предавшего себя за меня». Поэтому крещение Духом Святым, погружение в Духа Святого, как бы заставляет автора Евангелия приспосабливаться ко второй половине стиха в данном случае. «Поэтому крещу водою, ты погружен, и тебя сверху покрывает водою, имеет то же смысл, что и крещу в воде». В первые века крещение Духом Святым выражалось говорение иными языками, иными, но не незнакомыми, как было с коринской церковью. «Когда спросили Анна Затауста, почему же нет этого дара сегодня, и как проверить, получили ли мы Духа Святого, он дает только два качества определения, и оба заключаются в вере. Веришь ли в молитву Отче наш и в пришествие Христа? Это вера твоя действия Духа Святого. Веришь ли, что православное, священство, истина законная, имеет власть отпускать грехи? Это вера, благодать Духа Святого. Все танцы, пятидесятники и все харизматы, сколько бы они ни усиливались, кричать, прыгать, трансовать, петь с Библией в руках, выкрикивая несвязные бормотания, доводящие их до иступления, веснования, как жрецов фуалов при проверке Ильи. В действительности ничего нет, кроме дикого заблуждения и одержимости, потому что нет у них веры». Выше указаны два пункта.